Я нахожусь в каком-то странном месте. Это 10 минут езды от города Palm Springs, куда я вас уже возила в прошлом году. И это место очень известно своими горячими источниками, натуральными, природными горячими источниками. Отличные выходные в Калифорнии. Почему я уже два года, находясь здесь, практически не выезжаю, потому что отъехав буквально два часа от Лос-Анджелеса, можно найти какие-то удивительные места. Так, например, вот этот дом, R&B, огромная территория в пустыне. Но, в принципе, 10 минут от Palm Springs. Источники натуральные, горячие источники, прямо из-под земли идет горячая вода. Горячая, реально горячая. И наполняет целые ванны. И можно принимать ванны тогда, когда ты захочешь, без всяких автобусов, входных билетов и прочее-прочее. Прямо у тебя во дворе. Стоит это удовольствие 2,5 тысячи. И посмотрим, что же включено в эти деньги в этом прекрасном доме. О, это круто! Да. Вот это похоже больше на как отель. Все-таки. Деревянная, прям деревянная, самодельная. Ну, интересно взял она. Смотрю вместе с вами. Ой, гардеробная. Как будто сюда можно вообще переехать. Всем. Так. Высоченные потолки. Гостиная с диванами. Кабинет. Надо же. Вот камин большой. Красивый. А это основная спальня. Мастер бедрум. Праймари бедрум. Ванная. Смотрите, как красиво сделано все. Такие детали. Ой. Вообще, конечно, да. Очень круто. Все тоже дьявол в деталях. Ну, разберемся теперь при свете дня. Куда же мы попали. Куда же я приехала в ночи? Вот такое райское место. Значит, раньше это был частный дом. Потом его выкупили люди. Сделали ремонт. И сдают как R&B. Это основной дом. Есть еще на территории два других дома. Поменьше, попроще. Вот это источники. То есть, это вода. Натуральный источник идет прямо из земли. Чем это? R&B отличается от остальных тем, что есть горячий. Горячий источник. Вот эта ванна, купель. Это реально горячая вода. Прекрасный ландшафт. Очень лужайстое место. Конечно, источников-то большое количество. Арендует это не только частные люди, но и под всякие ивенты, типа корпоративы. Очень, конечно, комфортно все сделано. Вот еще один источник, видите? Вот в этих вода прохладная. В этих семьях не полежишь. Зато можно полежать в качельках, в купельках. Так. 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 This is our little town, Georgia Town. This is one of our hot wells. Okay, let me show you how it works. So basically, we have a timer here. When we put the timer on, the water comes out 104 degrees from the bottom of the earth. Wow! Peels it up, you got 104 degree water. And then it overflows into our lakes. We have a lake over there. And, well, this place used to be a private residence. And I knew of this place because I used to be the director of facilities for Two Bunch Palms, the hotel down the street. So when I got called up here as a consultant, and I was really happy to work with mineral waters again. So... A little bit of views up here. Okay. In general, a beautiful view, they say, on the city. And barbecue area, barbecue area right before the entrance. And here's the entrance. Now Eric will show us everything. Here's another house, close to the source. And here's another house. Here's another house. And here's another house. This house is actually a big part. And here's another house. Now this house, this house is very simple. But in general, it's also important for the night to stay on the night after the night after the night, after the night, the hike, and everything. In general, this house is very specific. I like these things, that are done actually for something. but I don't like it, when everything is done for something. полируется икеей. Например, вот те же шкафчики мы смотрели в предыдущем доме. Зачем круче, чем это какое-то дерево, антидеревянное, но все равно какие-то убогие. Вот стиральная машина, кухня. Все очень просто. Очень простая вот еще одна спальня. Тоже без дверей. Ой! Это еще одна спальня. Это грызерубная. Довольно большая ванная. Светлая хорошая. 850 долларов в ночь. Стоит удовольствие. И Эрик утверждает, что ближайшие отели стоят примерно столько же. Только эти дома чуть дороже, потому что они прямо на источниках стоят. Никуда даже не нужно ездить. Вот такое развлечение. Есть еще в Palm Desert встать до рассвета и пойти лазить по холмам. Вот так вот с утра пройдешься. Уже, считай, день прожит не зря. Конечно, это очень красивый старт дня. И вот тут с друзьями рассуждаем по поводу того, что совсем другая энергетика, когда встаешься до рассвета. Но почему-то в Москве так не кажется, когда встаешь до рассвета на работу. А когда на отдыхе встаешь на хайкинг, чувствуется другая энергетика, товарищи. Энергия Солнца. Вот к таким пейзажам с утра был великолепный хайк. Хайкинг, для тех, кто не в курсе, это ходьба с препятствиями, с нагрузкой, то есть по холмам. Прилагается вот такое шикарное место, просто потрясающе. Это называется, ребята, для меня, как для ленивого человека, который совершенно не относится к разряду спортивным, мотивация на спорт. Взгляните. Массажные столики, все, что хотите. Беговая дорожка. Все натуральное. Пахнет как сауна, если честно. Очень приятно. Что у нас с водичкой? Холодненькая. Боже мой, может я зря купальник-то свой сложила рано. Вот кажется, что дикое место, но на самом деле очень много всяких таких эстетически приятных моментов, типа как оформлены зоны отдыха, все больше натуральных материалов, указатели повсюду. Вот это место снимала ночь, узнаете? Виде стилизации типа старых колонок. Вообще мы входим в город, который как в комбойских кино, в фильмах, как в вестернах. Круто, да? Я в темноте подумала, что живой человек. Вообще чуть не... Испугала сильно. Вот. Стилизация под старый город. Часто снимают место под корпоратив, мне сказали, потому что много довольно человек помещается в эту площадку. Очень много всяких барахулистых штук. Зона отдыха, зона спа. Вот всякие ковбойские тоже причуды. В общем, довольно жарко все равно, несмотря на то, что теневое место. Вообще Калифорния, эта зима считается очень теплой. Сегодня опять будет 31 градус. Место для отдыха. Живые цветы. О, бар. Салун. И, конечно, эти натуральные источники, которые здесь повсюду. Большая часть из них холодная. Но есть и горячие, как я вам уже показала. Или еще покажу. Непонятно, как буду монтировать. В общем, красота. Тут лодка. Можно плавать на лодке. Можно загорать. Реально можно загорать. Вот такой декабрь. Красота. Ну что, при свете дня или ночью лучше? Мне понравилось и так, и так. Ночью было что-то очень загадочное. А сейчас уже все более понятно. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. Вот эта ванна, источник. Значит, видите, положен камнем. Здесь включаешь таймер и начинает течь вода. Первое время она холодная. Потом перекрываешь заглушку, чтобы вода не уходила. Где тут она? В общем, где-то она есть. И уже идет горячая вода. Наполняет целую. Ванной ты в релаксе там лежишь, пока тебе не надоест. Честно говоря, надоедает. Можете поверить? Я бы не поверила. Но от того, что теплая ванна, все-таки эффект есть. Довольно быстро устаешь. Красота. Вот я здесь была два дня. Честно говоря, такое ощущение, как будто было месяц где-то. Дружечка. Продолжение следует... Постеньем. Вomma, за последний долларов. Постеньем. 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 Постеньем.